Приветствую вас, Александр, я прочитал вашу историю, и я не думаю, что ваш вопрос, который вы задаете, составлен корректным. То есть вы хотите сохранить отношения. Вы знаете, вы не один человек, вы не первый и не последний человек, кто хочет отношения именно сохранить, кто хочет сохранить именно внешнюю сторону взаимодействия. При этом забывая о том, что одной из ключевых особенностей взаимодействия между людьми является сам человек. И то, что происходит в отношениях между людьми является следствием того, что происходит внутри самого человека. И когда люди говорят о именно сохранении отношений, о сохранении брака, семьи, отношений, то люди говорят о своих желаниях, но не о другом человеке. Знаете, я скажу вам сейчас скрамбельную вещь, но вы не заинтересованы в самой девушке. Как это не парадоксально, вы не заинтересованы в самой, да, вы ее идеализируете, да, вы много чего для нее делаете, это правда. Но вы не заинтересованы в самой девушке, вы заинтересованы в том, чтобы построить с ней отношения, вы заинтересованы в создании семьи, в создании брака, вы не заинтересованы в самой девушке. Вы не заинтересованы в ее личностном росте, вы не заинтересованы в том, чтобы она была счастлива. Почему? Потому что вы на нее давите. Почему? Потому что вы от нее чего-то требуете. Почему? Потому что вы хотите быть с ней, вы хотите создать с ней семью, вы хотите этого. И вы вот это вот свое желание создать с ней семью, делаете константой. То есть, у меня есть, как бы, обретность создать с этой девочкой семью, я этого хочу. У меня есть обретность создать с девочкой отношения, я к этому стремлюсь. Но вы не задаете себе вопрос, почему у меня возникло желание создать с ней семью. Вы не задаете вопрос, почему я хочу создать с ней семью. Понимаете? Вы такого вопроса не задаете. И это является одним из ключевых моментов. Ваша история отношений, это история красивая. Но не всегда, не всегда эта история является жизнеспособной. Даже по фотографиям видно, что вы заинтересованы в девочке больше, чем она в вас. И по фотографии видно, что вы лично зависите от других людей. Понимаете? У вас большая история, я думаю, что в ней достаточно много лишнего. В частности история ваших родителей, хотя в каком-то, ну, в каком-то контексте, это, конечно, важно, но не в рамках беседы, да, не в рамках данной ситуации. Вот. Давайте мы сразу перейдем к проблемам. Значит, я Александр, мне 37 лет. Минск, Беларусь, вот зачем вы это? Везде пишите, не очень понятно. До этого было 7 длительных отношений, ну, холост. Смотрите, 7 длительных отношений. И вы ни с кем не остались. Значит, есть некие паттерны поведения, которые снова и снова, 7 раз, приводили к тому, что вы расставались. Так или иначе. Вы считаете, что эти паттерны поведения, они никуда не делятся? Вы считаете, что они исчезли? Вы считаете, что с девушкой Таней они не будут реализованы? Дальше. Значит, так. В последнем случае была девушка два с половиной года, намного моложе, но она единственная, но она была единственная, кто бросил меня на новый год 2018. То есть, здесь вот вы как бы выставляете на себя жертву и говорят, что она единственная, кто бросил меня на новый год 2018. То есть, вы чувствовали себя брошенным. Вот здесь. Девочка намного моложе вас. Что говорит о том, что вы выбирали такую девушку, которая не была бы вам равной. Значит, вот когда вы пишите, что единственная, кто бросил меня на новый год. Здесь вы повествуете о том, как вам тяжело быть брошенным. Вот это вот ощущение брошенности, ощущение покинутости, чувство пустоты, оно вероятно проистекает из вашей отношения. С родителями. Там два основных момента. Либо родители давали вам это чувство брошенности и покинутости. Либо абсолютно без каких-либо ограничений ваши родители давали вам любовь, тепло и заботу в огромных количествах. Так, что вы привыкли к тому, что любимые люди должны быть рядом. Любимые люди должны излучать вот эту вот позитивную энергию, направленную на вас. Это тоже является ошибкой. То есть, вне зависимости от того, как именно вы приобрели этот стереотип, этот комплекс. Но чувство брошенности здесь проистекает именно из того, что я не могу и не хочу полагаться на себя сам. И самому с собой, вероятно вам, не комфортно. Также, поскольку вы долго приходили в себя, можно сказать с уверенностью, что это расставание было воспринято вами на свой счет. То есть, на свой личный счет. Тоже очень важно. Это свидетельствует о том, что, как бы, вы не уверены в своих представлениях о себе. Вы сомневаетесь в себе. Так, значит, долго приходил в себя поездки, книги новостелы в этот форум, многочисленные попытки вернуть. Опознание, что это конец в апреле, в сентябре 2018. Я встретил в здании 28 лет из Гродно. Мы выйдем друг другу. В стороне началась красивая история, но с очень жесткими отношениями. Женом на расстоянии с проблесками с романтиками. Ну, понимаете, как сказать вам? Кстати, девочка моложе вас на 9 лет. Это, опять же, история про страх равенства в отношениях. Это, опять же, история про некое покровительственное отношение ваших к ней. Это, опять же, про то, что вы, вероятно, боитесь равных отношений и боитесь, как таковой, эмоциональной близости на равных. То есть, вам хочется, чтобы человек от вас зависел. Таким образом, вы пытаетесь его к себе привязать. Это прослеживается в том, что вы делаете на нее. Например, в том, что вы полностью обеспечиваете данью и прочее, прочее. Ну, а отношения на расстоянии свидетельствуют о подсознательном запрете на эмоционально близкие, серьезные отношения. Дальше. Так. Я коренной мельчанин. Закончил авиационный институт. Она была активна, много путешествий. У меня опыт. Так. А это, вообще, к чему? Так. По характеру очень добрый. Понимаете, доброта – это оценка. То есть, оценка всегда субъективна, что есть доброта. Вот, серьезно, что такое доброта? Что добро, а что зло. Если вообще добро, если вообще зло. Это, как-то, по-детски, ну, наивно. Ну, не по-бродскому. Очень люблю девушек. Что это значит? Вы любите девушек, как вид, как предмет, как что? Как можно очень любить девушек? Вы любите всех девушек? Понимаете? Это, опять же, это не совсем зрелое, а, эм, рассказывание. Что это значит? Я люблю девушек. Дальше. Хочу семью и детей. Зачем? Нет, ну, вот, серьезно, зачем, зачем вам с меня идти? Почему вы хотите семью и детей? Как можно хотеть семью и детей, если, эм, у вас на первом месте стоит человек. Вы хотите семью и детей, но это ваше собственное желание, которое имеет форму семьи и детей. Но семья и дети – это люди. Значит, вы ставите свои желания в зависимость от человеческого фактора, рискуя их не удовлетворить. Так не лучше ли будет понять, для чего вы хотите иметь детей и почему вы этого хотите? Что, по-вашему, должны семья и дети вам дать? Реализовать это и дальше менее зависимо выстраивать отношения с девушками. Ну, предварительно определившись с тем, в качестве кого девушку и любить. Ну, получается, что кроме Тани, наверное, я по-настоящему никого не любил, поэтому я делал предложение. Любовь и предложение – разные вещи. То есть, это никак не связано между собой от слова «совсем». То есть, если для вас это связано, то это не есть хорошо, не есть полезно. Ещё раз, любовь – это одно предложение, это очень другое. Так, Таня, Гродно, Беларусь, 22 лет, безобразование, родом из деревни, отец и умр. Так, была замужем, очень удачный брак. В 2013-го года мы спил, бил, осталась сына 6-летная, она очень сырная, интересная, сексуальная, непростушка. Как вы думаете, почему она выстроила отношения с таким мужчиной, который её бил, пил и прочее? Ну, не просто так. Не просто. Ей было комфортно. В таком мужчине. Находиться. Вот. Дальше. В первые три месяца активно добивался меня в органы, писанных сообщений. Потом отразился в поездке и я сразу влюбился. Возможно, сыграли за сексуальные отношения в первую же ночь. Ну, социальные отношения в первую же ночь, это далеко не лучшая история, далеко не лучший фундамент для отношений. Но важно понимать, что Таня, она жертва. Это патологическая жертва. Ну, как и вы. Как и вы. Вы тоже жертва. То есть, ни вы, ни Таня не готовы брать на себя личную ответственность. После возвращения в Норвегию я приехал к ней, там уже наши чувства вспыхнули ярко. Опять же, если значит наше чувство вспыхнули ярко, вы можете говорить только про себя, вы можете говорить про свои чувства. Вы можете говорить не про свои даже чувства, а про свои чувства. Оно одно. Вопрос только в том, какое это чувство. Я стал ей очень много помогать материалам. Зачем? Зачем? Понимаете, вот это вот желание привязать к себе человека. Желание им обладать. Желание того, чтобы он, в данном случае Таня, вам принадлежал. То есть, когда человек очень сильно, материально помогает другому, он подсознательно пытается сделать его от себя зависимым. И если вы пытаетесь сделать Таню зависимой от себя, ну пытаетесь, пытались, не важно, что это ваш способ ее к себе привязать. Но это означает, если вы хотите ее к себе привязать, значит вы не уверены в том, что без привязки человек будет с вами. А значит вы не уверены в себе. Вот и давайте подумаем, а в чем же вы не уверены в себе? Откуда возникает идея привязывать к себе человека? Откуда возникает идея лишать человека личной ответственности за свои действия, за свои поступки? Начала отмечиваться подруга, называть меня ребенком, ей примерно 34, в разводе с двенадцатилетним сыном, к мужчинам это классически не ведет. К чему вы? Вот, понимаете, здесь начинается то, что в психологии именуется избегание. То есть у вас с Таней незрелые отношения. Незрелые в том смысле, что они не уверены, они не осознанные до конца. Они основаны на страсти, на порывах, да? И, вы говорите, вмешивается человек в какой-то Тан, который своим цинизмом, да? Который своим мнением начинает портить взаимодействие вашей сны. Но ведь дело-то не в подруге. Дело-то в том, что ни Таня, ни вы своей головой и самостоятельно думать и решать, не привыкли. Вы в одном контексте, Таня в другом контексте, но правда заключается в это. Кстати, подруга очень, может быть, ведет себя по отношению к Тане как мат. Вот, ну как бы, я думаю, мне не нужно добавлять. В принципе, наши отношения начали ухудшаться. Вот опять, наши отношения начали ухудшаться. Нет никаких ваших отношений. Есть то, как ведет себя Таня, есть то, как ведете себя вы. Есть поведение Тани, есть поведение ваше. Есть отношения Тани к себе и к вам, есть отношения ваше к вам и к Тане. У вас идет слияние наше отношение, мы. Но нет, есть вы и Таня. И тут чувствуется, что между вами нет лишних границ. Тут чувствуется, что вы стремитесь к полному слиянию человека. Что говорит о том, что себя самого вы обесцениваете. Опять же, здесь важно определить, на чем основывается ваше обесценивание себя. На чем оно основывается. Что его подпитывает прямо сейчас? Какая мысль? Какая обязанность? Какой долг? Какая директива? Подпитывает обесценивание. Потому что обесценивание всегда связано с долгом. Я должен. Если я этого не сделаю, я плохой. Я не достоин. Это директива. Директива является очень вредным моментом психологической жизни человека. Если у вас имеются директивы. А в данном случае директива, это я хочу брак и детей. Семью и детей. Это директива. Мне нужно работать. Одною нужно освободить. Как бы освободиться вам. Потому что, как я уже сказал, желание не может быть привязано к человеку. Если желание привязано к человеку, значит, кто-то или вы сами взяли свое желание и сказали, что это желание может реализовываться только в браке или только через детей. Все. Это директива. Но эту директиву вы не могли взять ниоткуда. Ее вам кто-то дал. А вы ее принять. Так. У Тани появилась разраженность. Стали реже видеться и только спасали совместные зарубежные поездки. 10 за 8 месяцев. Ну, опять же, опять же, понимаете, вот вы говорите, что мы стали реже видеться. Опять же стали, опять же мы. То есть, нет я. Есть мы. Там, где есть мы, нет я. Там, где нет я, нет личной ответственности. Понимаете? Все, значит, стали реже видеться. Вот какой лично ваш вклад в то, что вы стали реже видеться? Они точно мы стали стали реже видеться. Так. Таня тоже помогал ее сыну, задарывал подарком. Но зачем? Это ощущение, что вы пытаетесь, опять же, либо привязать к себе Таню через ребенка, либо как-то вот заискиваете. Выслуживает вас. То есть, демонстрируете чрезмерную заинтересованность в человеке. Опять же, Таня понимает, что ее сына вы задариваете подарками, скорее всего, чтобы быть с ней. Но это не очень хорошее решение. То вряд ли это повысит доверие. Таню практически полностью содержал, уговорил уволиться с тяжелой работой, оплатил три месяца без работы. В итоге она пошла на другую работу, в типографию менеджером. Теперь, якобы, и легче, и условия лучше. Здесь у вас уже по отношению к Тане родительская позиция. Ну, как известно, с родителями не спят. Вот Таня начала от вас отдаляться. У меня только вопрос. Почему вы, собственно, так влияете на Таню? Опять же. То есть, если вы думаете, что это забота, нет. Это именно вот такая вот стратегия по привязыванию к себе человека. К сожалению. Изначально я на протяжении всех... Изначально и на протяжении всех отношений повторялось, что они любят меня, что ей надо время, что видят у меня огромное количество минусов и так далее. Это страх близости. Мол, она позволяет себя любить и быть благодарным. Ну, это страх близости. Это вот какая-то такая попытка себя защитить с одной стороны. С другой стороны, ваше поведение, при котором вы ведете себя заискивающе и унижаетесь перед ней, а вы унижаетесь перед ней. Такое поведение провоцирует ее на то, чтобы пользоваться вами. Первые пять месяцев оказывала мне внимание, делала подарки, звонила первая, потом постепенно все это превратилось, стало только деньги. Ну так вы сами сформировали такой обмес. У вас больше ресурсов, вы более активный, зачем ей что-то делать, если ваша активность никак не зависит от ее поступков. То есть вы не установили равноправный обмен. И зачем? Я принял для себя решение сделать ей предложение. Но она недавно, в одной из перепалок с сообщением, я подарил ей мечту прыжок с парашютом, но для того, что якобы не захотел и не спросил, можно приехать на этот прыжок, обозвал меня дураком и без логики. Смотрите, вы обвиняете здесь в нее, вы говорите, что перепалка с сообщением, но ведь в перепалке с сообщением участвовали и вы тоже. Вы тоже поддерживаете эту перепалку с сообщением. Какой ваш вклад в перепалку с сообщением? Какой ваш вклад в скандал, который произошел? Какова ваша ответственность? Ведь скандала не было, если бы вы в нем не участвовали. Вы говорите, что решили сделать ей предложение. Это при том, что от нее вы стали получать все меньше внимания. Это при том, что она ничего для вас не делала и при том, что говорила, что вами по сути только пользоваться. Человек, явно или не явно вас обесценивающий, становится объектом вашего стремления создать семью. Разве не очевидно, что вы не видите самого человека? Разве не очевидно, что как лично станю вы не воспринимаете? Как объект для удовлетворения своих желаний в семье и детях? Да, возможно. Да, возможно, вы видите в ней женщину. Но вы не видите в ней ни человека. Вы не видите в ней личность. Вы не видите в ней индивида. Вы видите в ней только женщину, которая вам нужна. Вы видите в ней жену, которая вам также нужна. И вы видите в ней мать своих будущих детей. Все. Но это очень ограничивает и обесценивает человека, что не может не чувствовать себя. Отчасти еще и поэтому, будучи неуверенным в себе, она держит у вас дистанцию. Вот эти вот ее претензии, это защита, это защита от вашей экспансии, которую она ощущает. В общем, сказала, что если, мол, будешь замуж, значит нет, я расстроил и сбросил, хочет ли она, чтобы я ушел из ее жизни. Вы понимаете, что это вот манипуляция, что это вот перенос ответственности? Вы расстроились, почему? С какой стати вы, мужчина, поверили женщине и поверили ее словам? Почему? Почему женщина говорит с вами на одном языке? Ведь вы мужчина. Если вы мужчина, вы говорите на другом языке. Вы расстроились, вы просили ее, хочет ли она, чтобы вы ушли из ее жизни. То есть взяли и переложили опять ответственность в себя на нее. Мол, ты решай. Ты решай. Не я буду решать, а ты решай. Вот это квинтэссенция вашего отношения к жизни. В ключевых моментах личную ответственность на себя вы не берете. Но она и решила, она говорит, делай, что хочешь. На манипуляцию, отмечает манипуляцию. Нет, я не думаю, что кто-то из вас специально манипулирует. Но, как я и сказал, при личных границах, отсутствии личной границы, возможно только манипулятивное взаимодействие. Потому что люди не чувствуют себя защищенными, они не чувствуют себя в безопасности с другим человеком. И им кажется, что любое действие партнера им угрожает. Потому что нет личной границы. Потом помирились, я предложил переезд в короткие сроки в Минск. И свою ответственность за нее ребенка. Мне надо, чтобы она вот немного стала уважительной ко мне. Вот видите, уже идет непринятное. То есть вы сами сформировали ее отношение к себе. А теперь еще к ней предъявляете претензии за то, что стало продуктом вашего поведения. Что это как не жертвенность? Вы говорите, что помирились. Что вы вкладываете в это, понятно? Помирились. Ну то есть, я имею в виду, были ли выработаны вами определенные решения или нет. Что вы вкладываете в понятия помирились. Далее. В душе я чувствую, что она все-таки любит и многое ценит. Как вы вообще в душе чувствует, что она все-таки любит? Для меня загадка. Это как? Вы, вы даете желаемое за действительное. Здесь. Потому что в душе чувствовать, что она все-таки любит. Нельзя. Вы либо видите, что человек проявляет как-то свою любовь. Либо нет. А чувствовать в душе, ну это, это как занятие любовью самим собой. Понимаете? То есть, реального человека вы не видите, а видите какой-то образ. Таня, она в действительности, она не такая, она другая, она там ценит, она любит и прочее. Но ведь это означает, что реальную Таню, опять же, вы не принимаете. Такой, какая она есть. И именно поэтому у вас не складываются отношения. Потому что они не реалистичны. Они идеализированы. А то, что человек идеализирует, связано напрямую с тем, чего он хочет. Но, то, что он хочет, не является предметом его личной ответственности. А является предметом того, что должен дать ему другой человек. Дальше. В людях нам нравится то, чего мы хотели бы видеть у себя. Вот, Таня это такой достаточно, ну скажем так, более жесткий и более направленный на себя человек. То есть это более эгоцентричная личность. Вполне возможно, что вам хотелось бы быть таким же. Вам хотелось бы быть более эгоцентричным. Поэтому Таня вас еще так привлекает. Тут тоже нужно разобраться, где у вас есть любовь, а где у вас какая-то потребность. Потому что в любви потребностей быть не должно. Так. Просто все ее окружение и жизнь пропитана сплошным негативом. Я не знаю, что делать. Это оправдание. Вы оправдываете Таню. Вы не хотите принять ее такой, какая она есть. То есть, смотрите. Вам так важно удержать ее образ. Что легче обвинить окружение и среду в негативе, чем признать, что Таня, она действительно такая. Это ваш способ удержать идеализированный образ. Потому что если его не удерживать, то Таня вам совсем не подходит. А если она вам не подходит, то для вас закрывается способ удовлетворить свои желания в браке и в детях. Нельзя строить отношения с кем-то, будучи чрезмерно заинтересованным в этом. Это просто состояние сверх мотивации. Когда на одном человеке завязано слишком много. Так быть не должно. Когда на одном человеке завязано слишком много. Человек чувствует, что он слишком важен, архиважен. И у него появляется соблазн этим воспользоваться. И поскольку человек слаб, то он может этим воспользоваться. Не потому что он плохой, а потому что есть соблазн. Потому что человек не с его решением. И вам необходимо это понимать. Сверх мотивация не позволяет партнерам полно и естественно раскрываться друг перед другом. Быть самим собой. А значит и выстраивать здоровые отношения. Так же у нее много плюсов. Она хозяйственная, экономная, потрясающая любовь. Любит ребенка активно. Но если это и плюсы, то это странные плюсы. А опять же любовь исключает плюсы. Для любви нет плюсов и минусов. Для любви есть целостный человек. Я полагаю, что мне не нужно говорить о том, что как целостного человека вы ее не воспринимаете. Потому что вы говорите о ее плюсах. Это как бы уже говорит об определенных дефинициях. Вот. Личность, а не совсем любовь. Помимо любви есть что-то и что-то еще. Уважаемые эксперты форумчане. Почему вы подскажите свое мнение в данной ситуации? И отключаться на какую-то гармонизацию? Ну, после того как вы гармонизируете свое психологическое состояние? Да, конечно. Какие рекомендации дадите? Работать над собой над теми проблемами, которые я указал. Какие книги или ролики посоветуйте? Никаких. Литература, ролики вам противопоказаны. В принципе. Противопоказаны. Вообще. Теперь давайте немножко про родителей. Так. Значит. У вас очень явные яркие семейные ценности. Семейные ценности это хорошо, но они полностью обесценивают как личности. Семейные ценности это хорошо, но для строения гармоничных отношений, где во главу угла будет доставлена семья, необходимо партнер с такой же позиции. Человек с семейными ценностями не думает о себе. Это не эгоцентрист. Вы выбираете эгоцентристом. Скорее всего. Ну, потому что у вас не получилось с этой семьей. Почему так? Потому что подсознание защищает вас от этой крайне несовершенной, ограниченной формы отношений. Я полагаю. Потому что по наследству дух романтики и путешествий не придается. Это идеализация. Я проехал двадцать четыре страны и нескольких континентов, имел опыт жизни и работы в Америке или в Великобритании. Ну, это все здорово, но как бы к чему это и как это относится к делу не очень понятно. Мой отец Владимир и моя мама Любовь. Александр, зачем нам? Нам имена ваших родителей. Ну, серьезно. Родились на разных концах бывшей большой страны СССР на расстоянии около десяти тысяч километров. Знаете, вот идея романтизма и сам романтизм чувствуется очень сильно. Но не романтизмом устроятся отношения. Не романтизмом. Понимаете? Романтизм – это люди, которые не слышат себя. Романтизм – это слепые люди. Вашим родителям повезло, повезло. Почему вы считаете, что это должно повезти вам? Не очень понятно. Отец рядом из Брестской области, мать родилась в Хабаровском крае, на Дальнем Востоке и строительство Пошлинин вовсе на острове Сахалин. Я не очень понимаю, к чему вы это написали. То есть, знаете, это все текст, это все текст, это все то, что должен посчитать как бы специалист, но как эта информация поможет нам не очень понятно. То есть, да, если есть сценарный элемент, негативный родительский сценарий, то я его могу назвать так. Излишняя романтизация и очень мощные семейные ценности. Это родительский сценарий. Ваш. От него вам нужно освобождаться. Потому что в современном мире это работает немножко не так. Там поженились, создались мюнеры, глаз мои дедра, а дальше папа проявил интрингу, хитрингу и уболтал приехать на свою родину. Ну, то есть, опять, по сути, да? Человек как бы принудил. Зачем проявлять хитрингу и уболтывать? Ну что? Если можно просто выразить своё желание, послушать желание другого человека и прийти к компромиссу. Нет. Нужно было уболтать. Это не очень здоровая, с точки зрения психологии, модель поведения. Нет, это не означает, что ваш отец болен, психически нет. То есть, с точки зрения психологии, это более неврактическая история. То есть, я чего-то хочу и я заставляю своего партера делать то, чего я хочу. У нас с родственниками были медики, и матери требовала сделать по тем временам серьёзные операции на бочках, она успешно была сделана, и семья решила остаться в Минске, в 18-м году родился уже я. Это не очень полезная информация. Родители уже были 45 лет вместе, отец академик, объехал более 500 советских городов, мать отец работал более 40 лет на железной дороге. Это к чему? Вот всё это, к чему? Чтобы лучше узнали ваших родителей, мы не лучше их узнаём. Потому что нам нужны не эти биографические факты, нам нужно больше элементов психологического портрета, но их вы не даёте. Кстати, моя мечта была стать мяченицем, но когда я узнал, что тепловоз и дальше Белоруссии не едут, то стал интересоваться авиации. В итоге 6 лет отучился я в авиационном институте. Опять же не очень понял, зачем это, кроме только того, что вы куда-то бежите. То есть путешествия, в том числе это бег. То есть в вашем случае путешествует бег от самого сока. Выглядит так, по крайней мере. Возвращаясь к своему знакомству, вот эту замечательную девочку зовут Татьяна. Мы познакомились в интернете, в одной из социальных сетей 20 июля 2018 года. Почему в интернете? Всем обусловлены выбор знакомства в интернете. Понимаете ли вы, какие люди знакомятся в интернете? Какой характер у этих людей? Какой опыт у этих людей? Понимаете ли вы особенности знакомства в интернете? После окончания высшего учебного заведения, я долгое время занимался автобизнесом, а к нему не лежала душа. А зачем занимались? В 2015-го улёгся в туризм, открылись и строят турагенты, начали возить туристов в Польшу или в Украину. В этом году у меня прогнулся интересы. Подсчитываем в далёкой стране. Поставим мини-групп. Но опять же, опять же, с учётом всего того, что мы обознаем, это выглядит больше как бег от себя. До этого у меня был опыт в подобных поездках, поездок только с девочкой, родственниками, друзьями. Так родилась идея поехать в Исландию, заставив группу из четырёх человек, где мне дал объявление по поводу групповой поездки в Морвегии, на 4-й в самом сердце этой замечательной страны в составе группы. Я не очень понимаю, зачем вы это все пишите. Какую пользу должна принести эта информация? Учитывая, что я лишь второй раз организовывал поездку в мини-группе, то, естественно, без сложности не обошлась. Она того стоила, поездка была запланирована на 21-22 сентября с вылетом. А что-то обратно было показано. Зачем? Зачем все эти факты в Литмебр? Зачем они? Вот есть ощущение, что за ними вы прячете. Это все абсолютно не имеет смысла. Знаете, специалист, вот специалист, человек, который работает с определенной сферой. Знаете, если вы же не автобиографию пишите, и специалист, это просто замыливает глаз. То, что вот я сейчас читаю, да. Абсолютно личная история. Поездка была запланирована так. До поездки мы стали активно переписываться в социальных статьях в Вайбере. Я постоянно подумала, что все очень много было, а я уже не мог прожить и дня без общения. А это вопрос. Это вопрос к вам, почему вы не могли прожить и дня без общения. Это вопрос вашей привязанности к девушке. Это вопрос предмета привязанности к девушке. Понимаете? Это вопрос привязанности. В конце июля меня отсекла от эмоций поездка в Исландию на неделю, а затем, все ближе к поездкам в Норвегию, мне статья начал общаться, здесь говорить не только о поездке. В том, что учился мой день рождения, я отключил голос и понял, что попал. Её стихия и приятные слова как день рождения запомнятся надолго. Вы понимаете, есть ощущение какой-то такой поверхности и челесмерной аутентичности впечатлений, которые вы получаете, с последующим желанием их повторить. То есть вы не можете просто прожить какое-то впечатление, да, и оставить его впросто. Вам надо обязательно его удержать и обязательно стараться повторить. Причем каждое впечатление задает планку будущим впечатлениям тоже. Знаете, такая детская наивность, здесь опять же, вы ребёнок, вы ведёте себя как ребёнок, вы воспринимаете мир как ребёнок. К сожалению. Дальше. Я уже тогда понял, что эта поездка не браться, а мне нужно быть счастливым, так в итоге броня шло, когда-то именно тогда, ещё летом прошлого года, я узнал с Таня, и Станинова начисла Париж, к ней вернёмся в конце рассказов. Да. Ближе к поездкам, чтобы все начали удивлять внимание организации и поездки, где было не всё чётко, а даже находилось до криков по телефону. Вот. То есть как бы уже начинаются ссоры, и если это не кричит, кричите вы. то есть вы вкладываете, вы делаете свой вклад в ссоры. Ну, а в итоге бронь, жилья, автомобили, билеты сделали, на что он спел, когда-то вылетом, мы ехали из разных городов, вылет был, так, ну, зачем все эти названия, города, понимаете, всё это очень замыли взгляд. Так, мы встретились, мы только в самолёте, наше кресло-домообразный характер, с некоторыми подсказками подошла, как это называется, многие, многие знают. Ёкнули сразу, глаза съели, я понял, что эта девушка не просто так повезёт, но ещё нет. Всё. Это идеализация. Это идеализация. Потому что, ну, нет никакой судьбы, и нет никакого предотвращения. В Норвегине сделала очень красивая поездка с парами природой. Так, в Бергене, так, зачем опять все эти истории про города? Позвращение в Беларусь, я понял, что эта девушка не очень много страны. И, наверное, у нас очень прекрасно ощущается, которые могут стать ближайшим интересом основы взаимоотношения. То есть, других взаимоотношений, других интересов и точек сближения у вас не было. А для чего тогда сближать? Для чего тогда общий интерес вам, если его не было? А на чём строилось ваше предыдущее общение, если для вас не было общих интересов. Мы начали встречаться на расстоянии 260 км, но, поверьте, до нескольких мест я был грунт где-то забрать город, но с ближней ближней. Но это под влиянием отношений. Я был очарован в его историческом столе. Я был очарован в его историческом столе, все то же время и все временно. Я был удивлен, смогу деться в школы, там есть маршрутки. Так. Ну, это, если как-будто продаёте нам какой-то город, я не очень понимаю, зачем. Основой отношений стали путешествия и мои поездки в город. Это очень плохо, когда основы путешествий, потому что путешествие никак личностно человека не обогащало, не обогащало. Личностно человек не растёт в путешествиях. Так. Уже в октябре мне было бы начато на... Так. Я в этой поездке не выдержал, и я выучил своё желание. Два притягивания идёте на один из. Так. Опять же, вы не отдаёте себя всё это в том, что романтизация Она... Подобна наркотику. То есть, вначале это... Отвеченная эйфория. А потом идёт пустота. И по требованию получится новую дозу. А чтобы получить новую дозу, нужна не просто новая доза, а нужна большая доза. Так что вы здесь, по сути, сами роете себе яму. Вот то, что вы говорите, эмоции зашкаливает. Вот это вот оно. Это и есть наркотик. Нам... Так. Дальше... Дальше... Больше... Да. Подопаду я тут очень рекомендую, а то без визы. Зачем вы рекомендуете её нам? Да. Эм... Так. Тут вы нам... Тут вы нам ещё... Эм... Пытаетесь что-то продать. Вот. Так. Тут оценят. Обратно мне его разговаривали. А... Так. Примеру. Очень странный текст. Вот вы знаете, очень странный текст. Может быть вам нравится писать, но для меня, как для специалистов, это очень странный текст. У меня есть много личной информации. Я заходил публику. Вот. Ну. В любом случае. Я надеюсь, что... Мой... Эм... 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 Комментарий... Вам пом... Вам поможет... Лучше понять... Эм... Эм... Ситуация. На этом всё. Эм... Эм... Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен. За его оценку качества лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Желаю вам всего самого доброго.